привет друзья с вами варчик в этом видео посмотрим мой колобан у 22 на аккаунте понятное дело что в этом бою победка уже догадались раз колобанов и не будет никакого там монтажа просто посидим посмотрим бой я расскажу свои мысли чего происходило и так у нас карта утес карта не сбалансированная ее недавно ну как недавно у картошки недавно это понятие растяжимое переделывали перекопали тут каких-то балкончиков и так далее в целом карта сбалансирования не стала мой нижний респ сильнее намного намного легче играть центр с вражеской стороны вообще неудобно неприятно сложно даже просто выехать в середину поэтому верхний респ все время проигрывает по кд просто ужасно на нем играть но я играю с нижнего респа что для этого боя конечно же хорошо спокойно приезжая на середину меня никто не беспокоит потому что это нижний респ сверху на фиг доедешь снизу идеально и стритом решил по зацеливать что-то остановившись посреди поля я ему по зацеливал на 879 урона уже первый барабан успешный тут колесник катается каким-то чудом я попал в него без упреждения в едущего колесника видимо снаряд правее полетел повезло в общем не совсем был корректный выстрел но это картошка тут не всегда стрельба адекватная то есть ты надо сводишься полностью в зиму зону не попадаешь иногда вот такое вот что-то странное стрельнул и попадаешь хотел еще наказать защитника но чё-то я долго там соображал он успел проехать можно было наверно чуть раньше выезжать вперед тогда бы я пострелял в з-44 это тяж седьмого уровня зачем-то он тут любопытство свое проявляет вылез боком и смотрит что-то чего он смотрит непонятно дал ему на 402 здесь у нас еще лезет от 15 и и вторая шкода тоже у нас тут чехословацкие тяжелые танчики решили хп свое послевать бесплатно 2200 урона грубо говоря ничего такого не делал эта позиция плюс-минус безопасная да они могут конечно подъехать со мной от башни тут поиграть но надо было делать это намного раньше еще с первого танка с и со 3 не стоять не сливаться въезжать в центр и что-то тут делать сзади борщ меня здесь плохо прикрывает поскольку сзади мешает скала поэтому они могли ко мне впритык подъехать от башни поиграть здесь шкода у нас останавливается на месте я при полном сведении попадаю в лючок меня начинает напрягать т71 за горы часто происходит на этой позиции такое если враги заняли маяк то лтшка может отсюда покидать бывает что они сверху на нашу сторону выезжают стреляют и сливаются но успевает что-то нам стрельнуть в этот раз он со своей стороны стрелял с дорожки опасно это тем что сверху вниз бочину стреляют и часто танк загорается таким образом мы выиграем счет 65 у нас есть небольшое преимущество по хп и защитник зачем-то вылез вперед слева уже практически никто не прикрывает успевая здесь плюнуть за скалу ставлю на каток еще птшка в этот момент простреливает вообще не знаю зачем в эту дырку центральную вылазить из это прямой прострел птс балкона что с одной стороны что с другой я туда никогда не выложу и вам не советую уходим на кд перед нами в принципе два шутных танчика наши бандиты поехали вокруг маяка при том что на горе есть лтшка и послевались защитник не особо разумный и забыл уже за нас видимо выезжаем забираем и уходим на когда когда все равно быстро у нас 3300 хп ой хп урона хп у нас 1232 и мы поехали уже ближе к серединке сюда вот под маячок вокруг маяка конечно не хочется ехать на горе есть лтшка но на гору уже заехал супер першинг у него 1000 хп он как ни крути разберется с лтшка вот он уже с ней разобрался поэтому мы едем вокруг маяка но счет 97 хп у нас 5400 а врагов 4300 грубо говоря 1000 разницы эту тысячу можно слить буквально за два выстрела один от скорпиона один от сушки и все сейчас у нас какой-нибудь тяжик где-нибудь упорится с ильюс и принципе уже преимущества и нет враги засейвились там на балкончиках на птшках сидят вазики тут от 15 все засели потеют не вылазят я пытаюсь объехать вокруг маяка чтобы забрать вазика вот наш из 6 поехал вперед слился и уже вряд ли у нас там есть какое-то преимущество уже принципе его и нет вот и все и так объехал а вазика не видно буду вот сейчас тут пытаться увидеть но на самом деле он там глубоко как-то залез за скалу и сидит еще очень интересно у нас супер першинах на горе сидит 556 хп интересен он чем он занимается следующим он сидит на маяке и всем на карте клацает чтобы они топились видимо клацает на союзникой и потом плацает в воду видимо он генерала себе там придумал и сидит на маяке всех посылает топиться что интересно что после боя посмотрел статистика у него просто шикарная максимально просто кайф вот ну стандартный нагибатор генерал из-за рандома даст он за бой кажется один урон или два я точно уже не помню ну после боевой статистики вы увидите что он там настрелял может быть он еще что-то в чат писал но вы знаете что я играю с выключенным чатом уже лет 700 поэтому чего они там писали куда они там клацали честно говоря все равно у меня тут под я пытаюсь победить а союзники тем временем сливаются и у нас уже хп меньше чем у врагов на самом деле проехал я вперед потому что не светился вроде справа и увидел тут вазика выцеливаю пиксели почему-то я уверен что попаду так в принципе произошло справа еще лево меня поджимает и меня не хватит на него снарядов и тут я сейчас думаю мне что делать перезаряжаться уже или сидеть я решил перезаряжаться пока ничего не происходит и ветер без камней и в целом тут уже некуда ехать вазик так сел там что его отсюда никак не выколупаешь его можно только убить с другой стороны ехать налево смысла нет потому что сбоку от и 15 а спереди еще две птшки на балконе и ситуация help ситуация сос потому что тут полный отсос мы разворачиваемся еду немножко левее чтоб не светили мне с балкона иди сошел тут дырка была в котором я светили но сейчас почему-то не засветили может птшки у них правее точнее левее проехали чтоб поставлять в птшку налево в общем я без засвета уезжаю это очень хорошо враги не знают что я уехал поэтому не сразу поедут вокруг маяка и не заедут мне сразу в корму а это будет потом очень важно ну а наш генерал на маяке до сих пор всех топит никак не утопит сам при этом он ничего не делал весь бой и делать не собирается объехали вокруг маяка и здесь я пытаюсь встретить тех кто на центр выезжает делать это отсюда на самом деле проблематично можно было попробовать левее за скалу стать но меня бы лево сзади расстреливал или ехать куда-то на базу они в итоге бы мне все равно засветили кучи бы задавили их нужно прямо сейчас убивать пока они вот горяченькие едут потому что потом они меня зажмут убьют их надо как можно быстрее минусовать я боюсь скорпиона слева но хочу пострелять в тех кто на центр вылазит они вроде должны вылазить тут вылезла сушка но она очень очень чуть-чуть вылезла некуда стрелять лево уже догадуется что я здесь и и он когда-то будет мне заезжать в корму я уже хотел разворачиваться его встречать здесь самое главное что помогло мне получить колобанова сушка поехала вперед ей нельзя было ехать вперед она стрельнула в нашего чела ушла на кд и поехала вперед сзади я уже вижу лео на миникарте разворачиваюсь на него если бы эта сушка засейвилась я бы скорее всего не получил колобанова но это не факт шансы все равно были но он бы засейвился и сейчас бы на одну сушку еще было бы больше и в конце боя было бы все намного хуже дальше поймете почему я разворачиваюсь налево он мне на один барабан в принципе он для меня никакой угрозы не составляет мне главное его как можно быстрее забрать представить что-то тут мансануть в принципе он стрельнул в землю у него походу альфовая пушка я его забираю и думаю уходить на когда или нет и надо было бы уже у наверное уходить но я немножко еще тут призадумался и только сейчас нажал кд потому что снаряда мне не хватит одного точно на троих я делаю себе трупик получше я его разворачиваю так чтобы у меня полностью закрывал и по идее врагам надо было бы на меня или упарываться полностью или не упарываться вообще а так получилось что от 15 упоролась стреляет мне куда-то там в лд под углом я его выцеливаю лючок попадаю вазик меня не пробивает тут спокойненько в нлдшечку и за трупик опять пятимся и кдшимся все минус 2 а вы представьте если бы была живая еще сушка она бы сюда подъехала и вдвоем бы со скорпионом делали какой-то перекрестный я бы вперед сейчас не смог бы атаковать а так тут один скорпион шотный и чем не бояться только то шварта попадет но арта не особо то страшно при том что у меня ремка еще есть я смогу починиться если она мне собьет катки главное чтобы она меня не подожгла поэтому сушка очень много сделала для того чтобы я победил ну и чуваки которые поехали вперед не в попад не сара не организовались а просто как попала в раздобой поехали тоже в принципе на самом деле тут легчайший колобанов ничего сложного тут не было для меня здесь скорпион не успевал за пород заехать я на автоприцеле убил его все принципе я всех позабирал они были шотные абсолютно все и и ничего сложного тут по сути не было получается у нас сушка потом у нас в з 44 это второй третий у нас от 15 четвертый это у нас скорпион и пятый у нас арта остается вот наш колобанов мы убили 5 врагов после того как остались одни в команде то есть и один убил пятерых все во время сдох там этот генерал на маяке у нас который бесполезно провел бой сейчас я буду бороться с камнем успешно успешно борюсь и в итоге по баре по барель поборол камень едем вперед арта у нас стреляла с угла она могла бы хоть как-то проявить желание сыграть на ничью и поехать вперед по первой линии и может быть бы я не успел ее найти или и базу захватить у меня уже времени нет вроде бы минута 40 или минута 45 захватывается баска в одно лицо в рандомном бою этого времени у меня уже нет потому что уже минута 25 поэтому я либо ее сейчас убиваю либо будет ничья ну понятное дело что я ее убиваю эту арту потому что у нас колобанов как бы видос про колобанова 8 фрагов шесть тысяч пятьсот урона самый популярный танк побивший рекорды по продажам потому что этот танк по сути чуть ли не девятого уровня единственное что ему до девятки не хватает это хп и пробитие и все плюс-минус вот почему бы и не купить кучу таких прям танков до картошечка почему бы не продать почему бы не купить получается у нас такая вот шкода т-56 нынешняя имба в рандоме премиумная средуха у меня на ней три косаря не сказал бы что такой средухой можно гордиться я думаю даже не то что думаю я знаю что есть люди у которых и получше но я в принципе на нем играю по кайфу и это самое главное ну а как можно на такой имбе играть не по кайфу может быть надо еще сделать гайдик на нем про полевую модернизацию про то как на нем там играть и еще что нибудь может быть позже я сделаю это ну а сейчас мы просто посмотрели колобанова в топе против семерок простейший колобанов 22 на аккаунте и это было в принципе не сложно всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь с вами был варчик всем пока 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 не